Братва, всем привет! Ситуация такая. Приехали чиповать Дэнчику машину, Octavio 1.8. Дэн, я официально заявляю, ты почему выбираешь такое время, когда ни хрена уже не видно? Ладно, бог с ним. Сейчас ждем Дэнчика. Приехал раньше его, потому что мне было ехать чуть-чуть поближе. Ждем и сейчас пойдем вот туда. Конечно не понял. Веселые приключения Дениса. Ага. Куда-то завел меня вообще в какие-то дебри, в какую-то воинскую часть. Ну что? Ну скажи что-нибудь уже. Машину угнали. Угнали? Да. Рус поехал потопиться по шагу. Все? Все, да. Нету. А не представляешь, право первой врачей ночи забирают себе. То есть, так сказать, сорвать они сорнут сами, да? Да, да, да. Ладно, ну что, когда будешь даунпайпы и... Зади мы наберем, турбина применяется. Ну ты на самом деле не хочешь, да? Ну да, в пайпе я не хочу, да. Кетализатор. Хочу поставить крат. А турбина и здесь есть 20-ка? Смотреть. Я с виду их не различаю. Я думаю, где-то есть по-любому у них. Ну вот это не похоже на 20-ку, потому что эти фланцы надо смотреть. А ты мне скажи, гибрид чем меня от гибрида отличается? Если бы я понимал, я бы тебе сказал, чем будет гибрид. Ну просто гибрид я зашел чисто ради интереса, вчера на Авито посмотрел. Там меняется внутрянка, картридж внутренняя, другой, более производительный. 150К! Гибрид, блин, турбина. Катриджи другие стоят. Более производительные. Время покажет, весна придет. Здорово, бро. Да? Ну тут, конечно, уютненько. Так, прям. Да, нормально. Ну что, пока никого нет, зашьемся? Какахо-то? Да? С тысяч 10. Если бы я умел, то я бы не поехал. Слушай, ну вот твоя вообще, ну что ты ожидаешь, скажи? Нет, динамика ходом, важна тяга. И все. Чтобы паровозная тяга была как удача. Ну, если ты едешь сотку, надо ускориться там по-быстрому. Чтобы затопов не было. Ты нажал газ, и уже едешь далеко. Ага. Поэтому в идеале надо ставить, конечно, на S20. Ну, 38-го это зло. Все-таки на переднем приводе не мало будет. С полным приводом вопрос цены. С нынешними ценниками ставить полный привод. Ну это 500+. Ну это будет все, 5-хат. Ну 500 плюс там. А смысл здесь? Опять же, будет ли смысл внять тачку? Вот A7 на A8, не вижу смысла. А вкладывать в нее, ну, непонятно. Проще купятую купить. Дизельную. И уже там трахать ее по полу. А A6 дизельную. Ну, что-нибудь уже такое. Ну, а вообще у меня была тупая идея. Октаху потом жене оставить. Рапид продать, купить ТТ его для себя. ТТС. Ну, тоже неплохо. Объемная тачка останется. Объемная по салону, по багажнику останется в семье. А что-то такое валюще интересное, уже будешь сам катать. Ну, я езжу на работу один постоянно, каждый день. Только никогда не вздумай покупать себе трехдверового Купера. Нет, давай, ну, то, что связано с BMW, нет, то, что связано с BMW, покупаться точно не будет. Абсолютно. А ты, можно сексуальный вопрос такой, интимный? Это я все о тебе не думал. Leon FR, это 1.8, Октаха, та же самая. Купера официально нет. Ну, это хэтч. И что? Маленький. И? Ну, ты же хочешь маленькую машину? Но, если есть вариант... Не, я имею в виду вместо ТТ. А в чем, ТТ немножко другая философия, нежели там хэтч от Seat. Все-таки другая платформа. Но мне все равно кажется, что хэтч от Seat рулится чуть получше, чем Octavia. Понимаешь, что ТТ будет 2.5 Turbo. Уже веселее. Полный привод уже веселее. Купер здесь официально не продается. Не продавался. Ну, как бы не продавался. Схать где-то отъезженную отжатую, потом с кузовной проблемы какие-то найти, если что. Подожди, еще уточнение. Ты хотел новую ТТ? Ну, нет, новую навряд ли, конечно. Пару годового. Пару годового. Ну, то, что по бюджету будет сильно бить новую. Ты ценники... Сколько они сейчас? Не, я ТТшки не смотрю, не осмотрю. Двушку я смотрел, так, где-то трехлетнюю. 2-2,400 за этот диапазон. То есть, а новая, это сейчас упрость? Ну, далеко за 3. Ну, плюс 4. Смотри, вон он стоит, король. Запомните это лицо. А потом посмотрим, какое оно будет счастливым. В общем, Пашка, пишу для тебя отзыв. Все, мы дома. Доехали. В общем, тачка прет. Реально прет. На 4-й передаче по трассе шлифовать может спокойно сотки от 120. Даже с учетом того, что дорога полита. Я без шипов на липучке. И все равно она едет очень бодро. В городе, ну, ты не поймешь этого смысла. Но, опять же, она стала более резкая машина. То есть, под мой стиль езды. И поэтому я прям в восторге. Все, конечно, покажут очень сильно летом. Сейчас будет немножко непонятно зимой. Но, опять же, ты к этому привык. Привыкаешь быстро к чипу. То, что у тебя мощность возросшая. И, возможно, летом АС-20 поставим. Поэтому начало положено. Как бы стейдж залит. И я думаю, от этого будет эффект. Ну, опять же. То есть, по первому 100 километров сейчас проехал. Я очень доволен. На обгон выходить. Там будет приятно по трассе. Потому что я частенько по дорогам России мотаюсь. И будет очень хорошо. Ну, и, соответственно, вот и все. Вот и весь отзыв. Ну, короче, только плюс-плюс-плюс. Шить однозначно надо. Посмотрим, насколько долго хватит коробки. Ну, это мелочи жизни уже. Фигня починим, как говорится. Ну, все. Братва, завершение видоса вот такое на зеленом фоне. Надеюсь, вам было интересно это видео. Дэн поделился своими первыми эмоциями. Мы обязательно с ним снимем видос полноценный. Про то, как прошилась его тачка. Как она поехала. На что она вообще способна. И самое главное. Дэн полностью раскроет вам все карты. Для чего. С какой целью он это вообще делал. Зачем он делал стейдж 1 на свою октавию 1.8. Огромное всем спасибо, что посмотрели видос. Не забывайте подписаться, поставить лайки и комментарии пишите. Ссылку на Дэна я оставлю в описании к этому ролику. Огромное всем спасибо и пока.